Три небратских народа Галицизированных русских, убивших в себе русского радиоукраинства. Они называют себя не просто украинцами, но обязательно патриотами и мечтают, чтобы все ходили с троем в вышиванках, орали славу Украине и щебетали исключительно на галицейском суржике. Они считают себя европейцами, а Львов Европой. Среди них есть относительно более благополучные, образованные и просвещенные, которым не нравится патриотическое галицейское жлобство, которые даже в русском языке не видят ничего страшного и которых угнетает шароварность современной Украины. Они считают, что надо бороться с коррупцией, строить Европу на Украине и прочие правильные вещи. Только делать они это хотят не вместе с Россией, а вопреки России, которую почему-то считают врагом. Они все еще надеются, что у них наконец появится власть, которая прекратит воровать и станет платить налоги. Но сами налоги платить не хотят и желают, чтобы их частные, никому не нужные проекты финансировались за счет бюджета, государственного или местного. Эта узкая прослойка сейчас уже не играет никакой роли в данной среде патриотической. От них начинают сторониться бывшие друзья, родственники и знакомые, а в ближайшем будущем их начнут преследовать как криптоватников и предателей. Поскольку же бывших своих, ставших чужими, уничтожают с особым удовольствием, многим из них предстоит на своем опыте понять, что и как происходило в 1937 году, когда победившая фракция в большевистской партии расправлялась с проигравшими. На этих патриотов с человеческим лицом можно было бы не обращать внимания, если бы не их роль на начальном этапе движения, когда именно участие людей со светлыми лицами, с тремя высшими образованиями, с четырьмя языками, многократно видевших Европу, сделавших себя сами, но при этом так и оставшихся девственными интеллектуально, служило примером для народных масс подтверждением, что борьба идет за верную идею. Теперь мнение этих интеллектуалов никого не волнует. Выпущенный на свободу маргиналитет давно усвоил, что ценится только сила, что интеллектуалы легко оправдают одесскую буйню, если им это выгодно, а если они начинают кочевряжиться, то их самих можно легко освеживать. Власть-то давно уже у человека с ружьем, и никакой закон, никакая полиция интеллектуала не защитит. Закон и порядок уничтожены при активном участии интеллектуалов, именно для того, чтобы законом стала воля олигархата, реализуемая вооруженным маргиналитетом. Интеллектуалы-посредники им не нужны. Пример этой социальной группы интеллектуал-патриотов бандеровского толка, уверенно шедшей впереди националистических колонн в 1989-2014 годах, очень важен. Не имеющий ни опыта, ни профильного образования, ничего, кроме амбиций, люди сами себя, назначившие интеллектуалами, искренне считали, что если некая провинция называлась Украиной, то и украинцы, как народ, там были в наличии. А значит, для всеобщего счастья население провинции, ставшей государством, надо украинизировать, и тогда наступит всеобщая демократия и процветание. В этом отношении они абсолютно напоминали русскую интеллигенцию начала XX века, искренне считавшую, что стоит только свергнуть царя, и сразу же наступит высшая справедливость. В обоих случаях выяснилось, что как только идеи интеллектуалов, интеллигентов, реализовывались во всей полноте, извините, реализовались во всей полноте, они сами пали первой жертвой вырвавшегося на свободу при их активной помощи, зверя в лице освобожденного народа. Освобожденного от чести, совести, религии, а заодно и от регулярного государства, замененного революционной законностью. Важен этот пример, поскольку третий народ, кроме русских и галичан, обитающий на Украине, тоже состоит из двух неравных частей, одна из которых претендует на идеологическое окормление своих собратьев. Часть граждан Украины, принадлежащих к третьему народу, называет себя русскоязычными украинцами, часть русскими. Их отличие от тех проживавших, а частью и до сих пор проживающих. На Украине русских, которые составляют один народ с русскими, проживающими в России, заключается в том, что Украина является для них самостоятельной ценностью. Большинство из них считает нужным сохранить украинское государство, лишь изменив его внутреннюю и внешнюю политику. Меньшинство ничего не имеет против того, чтобы Украина как государство исчезла, а ее земли вошли в состав России. Но России за пределами Украины они не видят. Сегодняшняя Россия для них некие далекие земли, необходимые для благоденствия русских украинцев на Украине и неосмотрительно потерянные государственной властью Украины. У этого народа существует собственно интеллектуальное меньшинство, которое пытается стать идеологами так называемой пророссийской части украинцев. Это меньшинство заявляет себя единственными подлинными русскими, именуя русских, живущих в России, эрефянами, а саму Россию эрефией и ничего общего не имеющейся истинно исторической России. Это меньшинство абсолютно уверено, что именно оно знает единственно правильный рецепт поведения России и российской власти в каждый момент времени на каждом очередном геополитическом вираже. Они, как и их коллеги из галицийского патриотического лагеря, абсолютно уверены в своем интеллектуальном превосходстве. Они точно так же уверены, что все, что хорошо для них лично, хорошо и для государства, неважно какого, российского или украинского, поскольку же Россия не выполняет их пожелания, значит, по их мнению, ее скоро не будет. Обе группы интеллектуалов, галицийские и пророссийские, на деле являются не более чем провинциальными розонерами, считающими, что весь мир обязан вращаться вокруг них и их место обитания, которому они придают некую мистическую глобальную сверхценность, считая, что все планетарные конфликты вызваны борьбой исключительно за их территорию, без которой, ну и без них, конечно, и солнце бы не вставало. Только одни делают ставку на США и ЕС, а другие на Россию. У обеих группировок одно и то же эгоцентричное требование – сделайте нам хорошо. Точно так же, как украинские интеллектуалы-патриоты не понимали и не желали понимать Украину со всей ее лоскутностью, со всеми противоречиями, со всей ее экономической зависимостью от России, и псевдо-русские интеллектуалы-патриоты не желают понимать Россию. Она им глубоко чужда с ее проблемами. От нее требуются действия исключительно утилитарного характера – посылать войска, чтобы наказать тех, кто обижает псевдо-русских интеллектуал-патриотов, и платить деньги, чтобы обеспечить удовлетворение их базовых потребностей. С апреля этого года два типа интеллектуал-патриотов объединены и еще одним актом, и те, и другие голосовали за Зеленского. Украинские интеллектуалы-патриоты были уверены, что он ликвидирует коррупцию, накажет олигархов и призовет этих специалистов по всему в руководство государства. Псевдо-русские интеллектуалы-патриоты надеялись на то же самое, плюс на то, что Зеленский изменит внутреннюю политику, и им не надо будет бояться за жизнь и свободу. Я понимаю, что голосование псевдо-русских украинцев за Зеленского – это акт отчаяния, но свой выбор они мотивируют довольно странно. Зеленский не лучше Порошенко, но надо было убрать Порошенко. Во-первых, почему убрать Порошенко, если Зеленский не лучше? Они, кстати, до последнего втайне верили, что лучше. Некоторые и сейчас продолжают верить. Во-вторых, логика подсказывает, что если оба хуже, то лучше просто не идти на выборы, а то потом неудобно будет детям рассказывать, как за Гитлера голосовал. Извините. Тем более, что подавляющее большинство этих любителей Зеленского составила электорат Порошенко, избравший ее в 2014 году в первом туре под крики о том, что незамаранный Порошенко будет лучше и надо убрать Турчинова, у которого руки в крови. Я много раз говорила, что дело не в Зеленском, не в Порошенко и даже не в американцах. Дело в системе олигархического правления, окончательно сложившейся на Украине к концу первого срока Кучмы в 1998-99 годах. Она нацелена на использование в интересах узкой группы людей, в идеале одного человека, всех ресурсов, накопленных для создания независимого украинского государства. По мере истощения ресурсов, система не может обеспечивать достойную жизнь все большему количеству граждан. Для того, чтобы удержаться, ей требуется все более жесткое, все более тоталитарное, все более террористическое правление. Что и происходит от президента к президенту. Следующий всегда был и будет хуже предыдущего. На мирное реформирование системы было трудно рассчитывать даже до 2014 года. Слишком большие деньги стояли на кону. Но после того, как власть была захвачена силой оружия, а пришедшие к власти люди развязали гражданскую войну, надежды на то, что они отдадут власть мирным путем, нет в принципе. Поэтому любой, голосующий на выборах, голосует за продолжение власти Турчинова, Яцунюка, Порошенко, Авакова, Белецкого, Коломойского. Только за другой ширмой. Могут меняться президенты, могут меняться олигархи, курирующие президентов, могут меняться даже лидеры нацистских группировок. Система измениться не может. Ради продления своей агонии система пожертвует каждым, но ни о каком компромиссе не может быть и речи. Таким образом, пытаясь при помощи выборов обмануть систему, интеллектуал-патриоты обеих мастей ее только укрепляют, ибо легитимируют процесс смены власти, показывают всему миру, что власть опирается на поддержку подавляющего большинства активных избирателей. Обманывают они не только электорат, обещая ему нового красивого и пушистого кота в мешке, а потом разводят руками и говорят, мы же не знали, что так будет. Итак, на Украине три народа. Я бы назвал их русские, один народ с тем, что живет в России. Украинцы, русскоязычные, желающие хороших отношений с Россией, но связывающие свою судьбу с Украиной, какой бы она ни была. И галичане, включая олигочаненных украинцев, которые убили в себе русского и стали абсолютно антирусскими. Они и эсэсовскую форму напялят, и флаг Рейха поднимут, и с американцами попытаются скооперироваться с кем угодно, лишь бы это был враг России. Именно Россия им мешает. Именно ее они желают уничтожить любой ценой, даже ценой жизни всех граждан Украины. Большинство русских, которые один народ, Украину покинуло в составе Крыма и Донбасса в индивидуальном порядке. Среди покинувших вместе с территориями достаточно высок, хотя и не выходит за пределы 30% русскоязычных украинцев. Они не испытывают дискомфорта, поскольку покинули Украину вместе с территориями. Поэтому их интеграция в Россию проходит достаточно спокойно, ходив в бытовом и экономическом плане долго. Крым, ДНР, ЛНР плюс самостоятельные мигранты с других украинских территорий дают примерно 7 миллионов. Из оставшихся на территориях подконтрольных Киеву еще где-то миллиона 3-4 являются теми русскими, которые один народ. Остальные делятся примерно поровну между галичанами и русскоязычными украинцами. Галичане – это отрезанный ломоть, их можно перекупить, но невозможно перековать. Среди них тоже были русские люди, но они уже либо уехали в Россию, либо погибли, либо приняли новую реальность. Единицы, которые остались, живут как подпольщики во время оккупации. Галичане, даже если волею судеб вновь окажутся в составе России, будут вести себя так же, как вели в СССР. Делать карьеру, рваться к государственным постам, но страну ненавидеть и мечтать о ее распаде и очередной украинской независимости. Честно говоря, я бы предпочел, чтобы их галлицейские проблемы решали поляки. У них богатый опыт. Они за 20 лет выводят украинство почти в ноль. Наверное, выведут. Те украинцы, которые попали в состав Польши по послевоенному размежеванию в 1945 году, практически все выжили и родили детей. На тот момент они составляли около 4% населения Польши. А сейчас там украинцев практически нет – 48 тысяч. Все их потомки уже поляки, ненавидящие бандеру и галичан. Исход русских, которые один народ, с Украины будет продолжаться. Сейчас пытаются уехать даже те, кто 4-5 лет назад считал, что лучше подождать, кому уезжать некуда. Русские ищут любую возможность покинуть современную Украину, и именно для них облегчение получения российского гражданства необходимо. А уже изданные указы Путина решают проблему большинства, но не всех. Большинство из русскоязычных украинцев, второго народа, никогда не сдвинется с места. Разве что совсем уж станет голодно, и работа в стране полностью исчезнет. Они будут постепенно интегрироваться в новую реальность. Не будут любить власть, но и противодействовать ей не будут. Если в результате каких-то геополитических потрясений на территориях их проживания установится российская власть, они ее примут без проблем. А если зарплаты вырастут, а цены снизятся, то даже с радостью. Но также они примут и пульскую, и румынскую, и венгерскую власть в качестве избавления от украинского кошмара. У первого поколения будут проблемы с языком, но второе, а тем более третье, полностью ассимилируется. Объясню на примере. Для меня, так же как и для многих моих друзей единого народа, родиной являлась большая Россия. От Варшавы до Японии и от Белого моря до Черного. Если от нее отламывался кусок, и его оказывалось невозможным воссоединить, значит воссоединяться надо было в индивидуальном порядке. Что миллионы людей сделали после февраля 2014 года, когда последние надежды на возможность мирной интеграции Украины в общие с Россией экономические и политические структуры исчезли. В противоположности этому, для русскоязычных украинцев второго народа принципиален вопрос малой родины. В большинстве они были бы не против, чтобы она называлась Россия, но и Украина их тоже устраивала. Проблемы возникли не столько из-за языковых и конфессиональных притеснений, сколько из-за резкого падения уровня жизни. Их привязанность к территории вынуждает их встраиваться в любую политическую систему. Не мудрено, что значительная часть интеллектуальных лидеров этой части украинского гражданства, провозглашая себя истинными русскими, на деле декларирует ненависть к России, которая не пришла вовремя и не спасла. Это не только и даже не столько разочарование в России, не всегда государство способно удовлетворить любые пожелания отдельной личности, тем более не являющейся гражданином этого государства, сколько понимания опасности, страх преследований со стороны режима и неосознанная попытка стать частью режима, вроде как не поступившись принципами. С одной стороны, русский от русскости не только не отказывается, но ее гипертрофирует, а с другой – Россию ненавидит. А ведь именно ненавидеть к России для режима принципиально. Остальное пока вторично и неизвестно, станет ли когда-нибудь действительно важным. Россия явно активизирует свои действия на украинском направлении. На Украине в ближайшее время можно ожидать очередной прилив дестабилизации, вызванной соперничеством олигархических группировок. США от украинской темы устали и склоняются к выполнению рекомендаций Сороса, утверждавшего, в чем я с ним полностью согласен, что даже полностью хаотизированная Украина – проблема, прежде всего, для России. Я бы добавил, что еще и для ЕС, а для США выгодно. Таким образом, высоковероятность неожиданных и драматических изменений в ходе украинского кризиса, затрагивающих интересы разных государств, но прежде всего России. Следовательно, предварительное планирование требует учета нахождения на территории Украины трех разных народов, по-разному на деле относящихся к России и к проживающим в ней русским, от полного слияния в один народ до полного неприятия. Кроме того, необходимо учитывать, что политически активные группы, претендующие на статус интеллектуальной элиты уголичан и русскоязычных украинцев, каждая по своим причинам, но одинаково сильно ненавидят современную Россию, хоть не обязательно будут декларировать это за пределами социальных сетей. В конечном итоге, работа с Украиной требует не шаблонных и не стандартных подходов, дифференцированных от региона к региону. Русские на Украине концентрируются в основном на юго-востоке. Их процент в общей численности населения конкретной области постепенно уменьшается к центру Украины и обвально падает вниз в семи областях за сбручем. В областях юго-востока также довольно много русскоязычных украинцев. В Донбассе и Харьковской области их около 30-40%. В Днепропетровской, Запорожской и на юге Одесской области 40-50%. В Николаевской, Херсонской и на севере Одесской области до 60%. В областях центра и севера Украины русскоязычные украинцы составляют подавляющее большинство 70-80%. Уже в Житомирской, Венецкой областях, а также в Киеве оставшийся процент, который на юго-востоке и в центре практически полностью замещен русскими, начинает замещаться галичанами. Чем дальше на запад, тем доля галичан больше. Но абсолютно они доминируют только в трех областях классической Галиции – Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской. Про бандеровские настроения также сильны на Волыне, но там неизвестно, кого больше не любят русских или галичан. Своего рода региональная бандеровская конкуренция. Доминирование Одесса от Харькова. Одесса от Харькова. Доминирование Галичане и галлицизированные, запад за сбручем, хотят в ЕС и в НАТО, а также возвращение Крыма и победы над Донбассом. Они воюют за галлицизацию всей Украины. Русскоязычные украинцы, центр, север и часть юго-востока хотят мира, но на условиях восстановления территориальной целостности Украины. Отказаться от Крыма и Донбасса готово меньшинство. Впрочем, в этом вопросе их позиция может быстро измениться. А также восстановление торгово-экономических связей с Россией в выгодном для Украины формате, при этом без отрыва от ЕС. От НАТО они готовы отказаться. Русскоязычных украинцев из центральных и юго-восточных регионов Украины в армии режима, воюющий против Донбасса, в разы больше, чем в корпусах ДНР и ЛНР. Без активного участия русскоязычных украинцев в войне на стороне Галиции, гражданская война на Украине вообще не могла бы состояться. У Галиции просто не было сил, чтобы самостоятельно напасть на Донбасс. Решить вышеописанную проблему одним волевым актом не получится, но еще более сложная проблема ожидает нас при отделении бандеровских интеллектуал-патриотов от псевдороссийских интеллектуал-патриотов. Отличаются они тем, что у них диаметрально разнится внутренняя аудитория. Бандеровские интеллектуал-патриоты ориентированы на галичан, а псевдопророссийские на русскоязычных украинцев. Зато по уровню ненависти к России, надежды на ее распад и превознесение США, они абсолютно одинаковы. И те и другие лично преступлений не совершали. Бандеровские одобряли преступления режима. Псевдопророссийские преступлениями режима возмущались. Однако и у тех, и у других в этих преступлениях была виновата Россия. Только бандеровские утверждали, что она виновата, поскольку вмешалась во внутренние дела Украины, а псевдопророссийские, что виновата, поскольку не вмешалась или вмешалась, но мало и поздно. Обращаю внимание, что это люди, которых не за что будет сажать или ущемлять в правах, которые имеют свою стабильную аудиторию, каждый в своем народе. А псевдопророссийские периодически даже умудряются задавать повестку дня для российских СМИ. Так или иначе, но другой элиты на Украине нет. Народ русскоязычных украинцев будет слушать своих интеллектуалов, галичане своих, русские давно ментально интегрированы в Россию и чужды взглядом, как одних, так и других. При этом от всех трех народов для того, чтобы хоть когда-нибудь и хоть как-нибудь прекратить кровавую вакханалию, требуется принятие согласованного решения. Забрать, как некоторые предлагают, состав России и Новороссию, где русские в целом доминируют, не выход. Остальные территории и оставшиеся два народа сами тоже не обустроятся. Ирана на российской границе будет и дальше кровоточить. Проблему можно было бы решить лет за 20, но боюсь, что 20 лет у нас нет. Мы и так получили пятилетнюю передышку. Меня можно обвинить в искусственном разделении украинского народа, но напомню, что первый раз карта, делившая страну на сорта, Галиция 1, Центральная Украина 2, Юго-Восток 3, появилась в ходе президентских выборов 2004 года. Затем она неоднократно воспроизводилась и по результатам многочисленных голосований, и в качестве изданной в Польше карты перспективного раздела Украины, Галиция, Волынь, Закарпатья, Буковина, Западу, Новороссия, Россия, Центр и Север, урезанная Украина как буферная зона. И в других видах. Всегда четко выделялись три территории. Галиция, Центр, Юго-Восток. Согласитесь, что если там живет один народ, а не три разных, то такое трехчленное отделение Украины, замеченное внутри страны и за ее пределами, на любительском и профессиональном уровнях, более чем странно. Тем не менее, постоянно фиксируется именно политический, а частично также профессиональный и лингвистический, а не географический водораздел. Причем, будучи по языку, культуре и религии ближе к Новороссии, по принципиальным политическим вопросам, Центральная Украина практически всегда поддерживает программу Галиции. Может политкорректно назвать это региональными особенностями, но учитывать данный факт мы должны, ибо политика не терпит насилия над реальностью, но бывает тем успешнее, чем полнее реальность учитывает. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования специально для Альтернатива.орг. Три небратских народа.